Здравствуйте! В эфире программа событий. Сегодня мы традиционно вспоминаем, какой была прошедшая неделя. В студии Валерия Макарова. Я и мои коллеги готовы рассказать о самом важном и интересном. Смотрите выпуски. 1200 семей получат долгожданное жилье. Обманутых дольщиков становится все меньше. Айда Масленица. Как в Самаре пройдут народные гуляния. Дошкалята рулят. В Самаре прошел городской чемпионат по робототехнике. Ножницами проложат дорогу к победе. Самарские парикмахеры поборолись за участие в Дельфийских играх России. Чтобы не лил слезы крокодильи в день влюбленных, крокодилы из самарского зоопарка нашли пару. Многочисленные суды и больше 10 лет ожидания. В вопросе одного из самых скандальных долгостроев в Самаре наметился прорыв. На встрече с главой города дольщики компании Горос обсудили, когда же может возобновиться строительство дома на пересечении Советской и Черемшанской. Первый шаг сделан. Найден инвестор, который займется экспертизой объекта. Чего ждать дольщикам узнала Марина Кравцова. Одна из самых скандальных строек в Самаре – многострадальный дом на пересечении улиц Черемшанской и Советской. История берет начало еще в 2004 году, когда компания Горос начала продавать дольщикам, по сути, воздух. Замерло строительство в 2012 году. Одну секцию успели возвести под крышу, еще две на уровне 5-7 этажей. В общей сложности объект был готов только на четверть. При этом продать успели почти четыре сотни квартир. Сегодня Горос признан банкротом, его директор осужден за мошенничество. Обманутые дольщики все еще ждут своего жилья. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Чтобы достроить дом, сначала необходимо провести экспертизу. Она покажет, возможно ли достроить его в принципе и сколько это будет стоить. Экспертизой займется крупная компания «Застройщик». Она же предоставит 15 готовых квартир обманутым дольщикам, а взамен получит в аренду участок на улице Калужской. Возникнет обязательство с момента передачи его земельного участка о проведении обследований и предоставлении компенсационных помещений дольщикам, которые без объекта в списке висят. На встрече с инициативной группой дольщиков было решено параллельно искать инвестора, который согласится достроить дом. Сейчас есть решение, связанное с тем, что мы поймем, сколько нужно затрат для того, чтобы дом ваш застроить. Это уже серьезный прорыв вперед, это серьезный шаг. 1 июня, когда у нас будет полная сумма затрат на достройку дома, начнется процесс по поиску инвестора. И власть, конечно, будет искать возможность этому инвестору смягчить нагрузку финансовую. Область взяла курс на то, чтобы помочь всем дольщикам обманутым. Конечно, никто не окажется брошенным абсолютно. Процесс затянулся из-за многочисленных судебных разбирательств. К тому же стало известно о новых дольщиках. Если в 2013 году в списке было 200 квартир, то в 2015 уже почти 400. Некоторые договоры вызвали сомнения. С просьбой проверить сомнительные бумаги конкурсный управляющий обратилась в полицию. К апрелю будут готовы результаты экспертизы сомнительных договоров. А добросовестным дольщикам в перспективе, когда будет найден новый застройщик, могут предложить три варианта. Либо квартиры в других домах, либо возврат денег, либо дожидаться, пока достроят их дом на Черемшанской. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Самарские медики готовятся к чемпионату мира по футболу. Дело в том, что FIFA ставит самые жесткие стандарты оказания медицинской помощи. Бригада, которая будет работать на стадионе, проходит специальную подготовку, в том числе и на случай чрезвычайных ситуаций. Но во время чемпионата будут задействованы и другие медицинские службы. О модернизации и скорой помощи расскажет Олег Зверев в рубрике «Самара в игре». Марсель. Лето 2016 года. Английские болельщики устроили беспорядки в день открытия чемпионата Европы по футболу. В массовые драки участвовали более полутора тысяч человек. Многим потребовалась помощь врачей. Организаторы чемпионата мира 2018 года рассчитывают, что в России обойдется без подобных инцидентов. Тем не менее и на стадионе, и на площадке фестиваля болельщиков будет работать медицинская команда в полной боеготовности. Мы работаем на опережение. Мы будем выставлять немногим больше бригад, чем нужно. Мы будем оснащать медицинские пункты немногим больше расходного материала, чем это требуется. Эти новые реанимобили закуплены для Самарской станции скорой помощи. По сути, реанимации на колесах. Оснащение позволяет на ходу сделать даже хирургическую операцию. Всего обслуживать Мундиаль будут 11 таких машин. Даже если игры пройдут спокойно, шутка ли, 30-40 тысяч гостей будут приезжать на каждый матч. А это дополнительная, причем очень серьезная нагрузка на медицинские службы города. FIFA очень тщательно следит за выполнением стандарта. Есть специальная комиссия, представитель, именно который курирует медицинское направление. В марте мы планируем встретить и показать. Они на каждом этапе контролируют, как стадион строительства контролирует, так же медицинское обслуживание. Выбраны и клиники, куда скорая помощь будет доставлять пострадавших болельщиков, а так же тех, кто почувствует недомогание. FIFA согласовала больницу имени Середавина и больницу имени Пирогова. Сегодня предполагается, что система здравоохранения должна сработать без сбоев. Во всяком случае, весь российский и мировой опыт проведения столь масштабных соревнований организаторы приняли во внимание. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. За незаконную свалку ответят в суде. Прокуратура Самары направила в суд иски о взыскании ущерба, причиненного почвам и окружающей среде сбросами отходов. Несанкционированные свалки нарушители устроили в четырех районах прямо в городской черте. Сваливали в основном горы грунта. Что грозит организаторам мусорок и почему от ответственности им не уйти, выясняла Марина Кравцова. Это глиняная гора неестественного происхождения, рельеф рукотворный. На это место свозили грунт. Если присмотреться внимательно, под снегом можно обнаружить целые куски асфальта. Грунт сюда свозили камазами и, судя по масштабам свалки, выгрузили не одну машину. Ущерб для природы от таких свалок оценивается в сумму от 30 до 150 тысяч рублей за каждый грузовик. Незаконную свалку устроили прямо под Южным мостом. Остаться незамеченными подобные залежи в городской черте не могли. Сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии нарушителей нашли. Факт сброса отходов зафиксировали. В этом конкретном случае с фирмой, которая вырастила гору из земли и асфальта, удалось договориться. Разгребать завал они будут собственными силами. И, как положено, все же вывезут грунт на специализированный полигон. Нелегальным свалкам объявлен бой. Рейды по поиску нарушителей проходят ежедневно. Вооружившись видеокамерами и фотоаппаратами, сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии сидят в засаде рядом с излюбленными местами для сброса отходов. А порой и выслеживают подозрительные машины. Фиксируем, что КАМАЗы едут с какими-либо отходами. Если едут не в сторону полигона, то однозначно едут в те места, где уже по практике сложилось, что скидывают не санкционировано. Был грунт со строительных площадок, вывозился. То есть он должен был вывозиться на плановый полигон, но вывозился в те места, где мы их зафиксировали. Кроме штрафов, а для организации они могут составить до 250 тысяч рублей, и фирмам может грозить и приостановка деятельности. Также придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Если недобровольно, то деньги взыщут через суд, как будет с 12 нарушителями, которые сваливали мусор в неположенных местах в четырех районах Самары в конце прошлого и начале этого года. Отходы пытались спрятать и под мостом на улице Главной, сваливали землю на Ташкентской, Прожекторной и даже Новосадовой. Прокуратура города уже направила иски в суды. Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 миллиона рублей. Поскольку до настоящего времени в добровольном порядке указанными лицами вред, причиненный окружающей среде, возмещен небом, прокуратурой были инициированы исковые заявления в суды общей юрисдикции с требованиями о возмещении вреда. В какую сумму оценить вред от незаконной свалки для почвы рассчитывают по специальной формуле. В рейдах участвуют и представители правоохранительных органов. Также на помощь природе приходят современные технологии. В городе устанавливают фотоловушки, которые запечатлевают неблаговидные поступки водителей грузовиков. Безнаказанным столь халатное отношение к экологии не остается. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Привлечь к ответственности требует и женщину, которая, по мнению самарских активистов, специально задавила собаку. Петицию уже подписали 11 тысяч человек. Все случилось на территории базы на южном проезде. Момент, когда автомобиль на низкой скорости наезжает на животное, зафиксировали камеры видеонаблюдения. С теми, кто намерен добиться справедливости, встретилась Алина Чемерес. Эти кадры уже вызвали волну возмущения в интернете. Водитель белого пежо сбивает собаку. Еще несколько метров машина тащит несчастное животное за собой. Затем автомобиль спокойно уезжает, а дворняга остается на дороге умирать. По словам очевидцев, собака жила на территории базы на южном проезде. Пес был добрым, все сотрудники его подкармливали. Бесчеловечный поступок женщина, сидевшая за рулем иномарки, совершила осенью прошлого года. Видео с камер наблюдения попало в сеть только сейчас. Теперь на базе, где все случилось, отчаянно держат оборону. Где это написано? Все, валюта. Место происшествия за этими воротами на территорию нас не пустили. Здесь располагаются несколько организаций. В одной из них работает женщина, задавившая собаку. Сотрудники фирм с нами общаться отказались. Намекнули, что разговаривать с журналистами им запретило руководство. До женщины, переехавшей собаку, нам дозвониться не удалось. Но среди тех, кто с ней знаком, есть люди, которые не считают ее виноватой. Говорят, она просто не заметила животное. Она не специально давила девушку, поверьте мне. Она сначала ее не увидела, когда она под передние колеса. А потом она просто испугалась. Вот и все. То есть надо было раз проехать по собаке? Она не про то, что сама человек, я знаю ее прекрасно. На Самарские зоозащитники в это не верят. Объясняют. На записи видно. Машина едет медленно. Собака ниоткуда не выскакивает. А спокойно идет по дороге в нескольких метрах от автомобиля. Люди говорят, с такого расстояния не заметить животное нельзя. Зоозащитники составили петицию с требованием привлечь женщину к ответственности. Документ уже подписали почти 11 тысяч человек. За этот поступок, на мой взгляд, должна последовать какая-то ответственность. Возникает вопрос, адекватен ли этот водитель. Не опасно ли таким водителям находиться за рулем. Не представляет ли они опасность для жителей города. А мог на месте собаки оказаться ребенок. Или там, я не знаю, нерасторопная старушка. Защитники животных и возмущенные жители намерены идти до конца и добиться справедливости. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой решат, будет ли заведено уголовное дело. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. Паломничество на воздушной подушке. Самарский речпорт открывает новый туристический маршрут. Туристам предлагают с ветерком доехать до села Виновка на экскурсию по Казанскому мужскому монастырю. Перевозить их будет новое скоростное судно «Нептун». Чего ждать от поездки, расскажет Сергей Ромашов. Всего за 40 минут маленькие, но гордые «Нептун» и «Хивус» готовы унести всех желающих подальше от городской суеты. С 19 февраля по воскресеньям суда начнут ходить от речного вокзала Самары до села Виновка. Маршрут новый. С организацией помогли областные власти. До сих пор в зимнее время Виновка была для посторонних практически недосягаема, но желанна. Самарцы уже сбронировали путевки в село почти на весь февраль. Департамент туризма Самарской области участвует именно в продвижении этого маршрута. Появилась возможность, теперь задача бизнеса предлагать это жителям Самарского региона, предлагать для туристов, которые приезжают на нашу территорию. Это один из уникальных маршрутов, который, я думаю, будет востребован. Путешествие на воздушной подушке максимально комфортно. На берегу под стенами монастыря гостей встречают священнослужители. Они же устраивают экскурсию по священной обители. За три часа здесь успеваешь побывать на колокольне, узнать о быте монахов, посетить местный музей и отведать пищу, приготовленную местными послушниками. А еще прямо в стенах мужского монастыря разводят мальков стерляди для Волги. То есть такой комплексный тур, который целый выходной день практически занимает. Для комфортного размещения все-таки пока группы стараемся набирать до 20 человек. Люди хотели, люди просили этот маршрут, и он наконец-то открывается. Соглашение о сотрудничестве предприятие «Перевозчик» и «Монастырь» подписали 15 февраля. Священнослужители надеются, что на экскурсию будут приезжать не только паломники, но и туристы, которые найдут для себя здесь что-то новое. Кто-то отдохнет от городских проблем, а кто-то найдет и духовную пищу. Прямо сейчас происходит обряд освещения воздушных судов «Нептун» и «Химус». Теперь верующие христиане могут чувствовать себя еще спокойнее в этом и без того безопасном транспорте. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Для тех, кто не готов отправиться в путешествие на воздушной подушке, тоже есть хорошие новости. В Самаре уже вовсю готовятся к Масленице. Гуляния пройдут во всех районах города. Главное торжество состоится на площади Куйбышева, и уже скоро там появятся праздничные атрибуты. А наша съемочная группа заглянула в цех, где готовят украшения для праздника. Олеся Корецкая продолжит. Ворота счастья почти готовы. Скоро деревянный каркас обработают и обтянут яркой тканью. Сейчас художники трудятся над верхней частью. Вот солнце, как символ весны. Вот делаем это солнце. Тут еще декоративный элемент на крыше будет, и вот на него крепится солнце. Ворота установят на площади Куйбышева уже в эти выходные, как и главную героиню праздника. Здесь шьют наряд для маслены, образа или чучела масленицы. Это лишь небольшая часть. Для наряда виновницы торжества подготовили больше тысячи квадратных метров ткани. Вот такой, бордовой и бежевой. Маслена – дама модная. Наряд шьют в актуальных цветах этого сезона. 23-метровую куклу установят на елочный каркас, и она будет главным украшением на площади Куйбышева на протяжении всей праздничной недели. Там же на площади будут работать тематические площадки, деревянные аттракционы, горка, больше 20 точек питания с главным масленичным угощением блинами. Появится еще дополнительный арт-объект. Мы назвали его так «Самарский самовар», где будут работать комарухи и я, и ряженые. Более полноценно будет работать город мастеров с 23-го числа. В резиденцию Деда Мороза прибудут другие сказочные персонажи – Емеля, Баба Яга, Леши и другие. Они будут развлекать самарцев во время всей масленицы. Это был семейный праздник. На протяжении масленицы, на протяжении масленичной недели надо было максимально часто ходить к родным и близким в гости. Надо было быть готовым постоянно принимать гостей. В праздничной суете не забудут и о безопасности. На площади Куйбышева будут дежурить спасатели, медики и полиция. Масленицу будут провожать во всех районах Самары. Каждая площадка должна быть под присмотром, говорят сотрудники МЧС. В первую очередь, это, конечно, нужно иметь определенный персонал, который должен быть обучен, те, кто будет обеспечивать безопасность. Праздничная неделя завершится 26 февраля народными гуляниями на площади Куйбышева. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. А вот героям нашего следующего сюжета не до праздников. На один день самарские родители вернулись за парты, чтобы на себе почувствовать, что такое ЕГЭ. В Самарском региональном центре для одаренных детей провели единый государственный экзамен для родителей-выпускников. В школах уже вовсю готовятся к проведению ЕГЭ. Досрочный этап начнется 23 марта. Как родители справились с испытанием и что нового ждет выпускников в этом году, смотрите в репортаже. В этом году ЕГЭ будут сдавать почти 14 тысяч выпускников. Сегодня их родители пробуют на себе все этапы государственного экзамена. Допуск, прохождение через рамку металлоискателя, инструктаж и выполнение самого задания. Полное погружение в атмосферу ЕГЭ. На едином государственном экзамене по русскому языку только мамы. Папы не решились. Светлана Иванова зондирует ситуацию для дочери-выпускницы. Девочка очень переживает, как будет сдавать ЕГЭ. Плавнуется больше, что если плохо сдаст, как бы не попадет туда, куда хочется. Или что-то на экзамен сложный попадется. Никаких подсказок, телефонов, экзамен записывается на видео. Все по-настоящему. Цель не напугать, а показать все как есть, говорят представители Министерства образования. Хорошая оценка на экзамене складывается из трех частей. Знание предмета, процессы самого испытания и правильного психологического настроя и у школьников, и у родителей. Чаще всего родители нервничают из-за того, что они не понимают и не знают, что это такое. Вот когда они в это окунутся, когда они это увидят, мы очень надеемся на то, что и дома будет более спокойная обстановка и более правильный настрой. В Самарском центре для одаренных детей волнуются особенно сильно. В этом году у них первый выпуск. Их воспитанники постоянно участвуют в сложных олимпиадах и конкурсах. И задания ЕГЭ могут вызвать замешательство с неожиданной стороны. ЕГЭ проще по сравнению с любой олимпиадой и любым конкурсом профессионального мастерства. И привыкнув бороться с амбициозными задачами, не всегда школьник сразу автоматом перестраивается и начинает искать сложные там, где его нет. До первого ЕГЭ в марте времени остается немного. Все самарские выпускники уже зарегистрированы. В этом году больше выбрали физику, химию и биологию. Меньше общества знания. В самой процедуре экзамена небольшие изменения. Материалы с заданиями будут печатать прямо на экзаменационных пунктах. Из всех дисциплин, кроме иностранного языка, убрали часть с выбором ответов. Тем временем испытание для родителей заканчивается. Как у вас ощущения? Нормальные ощущения, как на экзамене. Вы отличницы, наверное, были? Наверное, да. Ну как трудно вообще, нет? Да нет, все решаемо. После экзамена круглый стол с представителями Министерства образования и педагогами. Родители делятся впечатлениями, вносят замечания и предложения. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Дети от родителей не отстают. Чемпионат по робототехнике для дошкольных учреждений прошел в Самаре. Местом действия стал самый большой в Европе детский сад в микрорайоне «Крутые ключи». Соревновались более 20 команд. С участниками пообщался Олег Зверев. Они еще только собираются в первый класс, но уже создают свои чудеса техники. А сегодня уже защищают свои разработки почти как диссертации. Это чемпионат города по робототехнике для воспитанников дошкольных учреждений. Иван и Ульяна из детского сада номер 374 представляют комплект машин для сельского хозяйства. В будущем каждый мечтает создать своего робота. Вот создать такую машину, в которой было бы место для робота. И робот во время поездки мог выпрыгнуть и поехать на задание на какое-нибудь любое. Помогать людям. В таких вот ситуациях, если вот забыл телефон, а без телефона никак, то он съедет быстро за телефоном и все, и привезет. А откуда у него ключи от дома? Он же робот. Он же робот. Робототехника сегодня в тренде для любого возраста. Многие родители начинают учить своих детей с трехлетнего возраста. Это не просто увлечение. Сегодня конструктор Лего, а завтра профессиональный выбор будущего инженера. А значит, будут новые технические решения в создании автомобилей, ракет, самолетов и автоматических систем. Если мы смотрим на детей и даем задания, они творят за секунду такие модели, что нам, взрослым, вообще некоторым даже не дано по жизни сделать то, что делают дети. Очередная партия гений из нашего сада выйдет. В городском чемпионате приняли участие более 20 детских команд. И, как правило, те воспитанники, которые сейчас собирают роботов, идут в технические школы, чтобы продолжить занятия увлечением, которое дальше может стать профессией. Олег Зверев, Константин Головин. События. Еще одни соревнования, но совсем в другой области. Здесь в ход пошли шпильки, плойки и утюжки. В Самаре прошел региональный этап 16-х Дельфийских игр в номинации «Парикмахерское искусство». Юные мастера соревновались в создании вечерних причесок и делились секретами здоровых волос. В руки мастера попала и Марианна Мирная. «Не мажьте волосы яйцами, хлебом и кефиром!» – буквально кричит будущий парикмахер Кристина Дмитриева. Народные средства, может, и не навредят шевелюре, но и помогут навряд ли. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, мастер рекомендует профессиональные средства. «Ну, первое – это, естественно, защищать волосы от солнца. Это самый главный враг наших волос – солнце. Он сушит, поэтому обязательно нужно использовать маски, бальзамы, различные масла солнцезащитные. Так мы обеспечим хотя бы то, что они не будут сечься и блестеть будут». Дельфийские игры проводятся под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Парикмахерское искусство входит в комплекс соревнований среди молодых профессионалов. Критерии оценки разные, но в целом жюри не важно, что используют мастера для создания причесок. Главное, чтобы было красиво. «Тренд – красота, самый главный. Поэтому не привязывайтесь к никаким трендам. Красота вечна, тренд временный». Хороший парикмахер должен уметь создать вечернюю прическу за полчаса. Чтобы успеть выполнить задание, в ход идут плойки, утюжки, шпильки, заколки и многое другое. Говорят, что настоящий мастер может сотворить на волосах шедевр буквально за 5-10 минут. Что ж, давайте попробуем, что получится у меня. Ну что ж, друзья, совсем немного времени, талантливые руки мастера и парадно-выходная прическа готова. Осталось найти повод для праздника. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Ну а теперь давайте вспомним, как самарцы праздновали День влюбленных. Ведь он захлестнул всех – и людей, и животных. Пары, в День Святого Валентина, подавшие заявление в ЗАГС, смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ. А у нильского крокодила Кузи из Самарского зоопарка в самый романтичный день в году появилась невеста. Покорять сердце рептилий будет 12-летняя Герда. Кто и как в Самаре отметил 14 февраля, знает признанный романтик нашего коллектива Андрей Горгуленко. Анна и Александр вместе уже 7 лет, и в День влюбленных пришли в ЗАГС подать заявление. А к празднику здесь подготовились. Организовали пункт проверки на ВИЧ, чтобы пары на месте оперативно узнали все тайны будущего супруга. Каждый должен пройти этот тест и быть уверенным, что у нас все в порядке, и соответственно будет в порядке у наших, наверное, будущих детей. А вот рептилиям проблемы с ВИЧ не угрожают. Из-за свое здоровье супруги, покрытые чешуей, могут не переживать. Самарский крокодил Кузя за 25 лет жизни превратился в закоренелого холостяка. А все потому, что сотрудники зоопарка не могли определить его пол. И вот недавно выяснилось, Кузя настоящий мужчина. И на День влюбленных самарские бизнесмены сделали ему главный подарок. В вольере Кузи появилась симпатичная самка. 12-летняя Герда по размерам гораздо меньше самца. Всего лишь 2 метра в длину и 38 килограмм. Сотрудники ожидают, что нильские крокодилы быстро привыкнут друг к другу. И с нетерпением ждут появления маленьких крокодильчиков. После спаривания, как правило, самка вынашивает до 2 месяцев кладку. Затем готовится делать, так называемое, в диздо. То есть это куча органического мусора. То есть это листья, сухие травинки, тростник, мох. Куда закапывает кладку. Крокодилы не успели познакомиться, а уже были в числе зоопар, претендующих на звание лучший. 14 февраля в Самарском зоопарке уже несколько лет выбирают самую милую пару. В этом году первое место заняла счастливая семья сибирских рысей – Барсик и Маруся. В голосовании посетителей зоопарка они набрали 118 голосов и опередили ближайших соперников – енотов – на 80 баллов. И теперь у них весь год будет вот такой счастливый знак на вольере. Уже 4 года подряд пара, становившаяся лучшей, обязательно приносит потомство. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Вот такой нам запомнилась прошедшая неделя. А я желаю вам отличного настроения и побольше хороших новостей. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин